На все увиденье выходят новые подробности конфликта между Министерством обороны Российской Федерации и Пригожинским ЧВК Вагнер. О том, что Шойгу с Герасимовым считает Пригожина не более чем зэком, бандитом, а значит и отбросом общества, который по своему статусу является никем и не может быть с ними на равных, известно давно. То, что Шойгу с Герасимовым, а также Пригожин регулярно вели и продолжают вести интриги за внимание Путина, также известно широкой общественности. Сейчас же мы все наблюдаем, как под коверной игрой выходят на открытое пространство. На днях Пригожин заявил, что у ЧВК Вагнер пытается украсть победы и проблемы в структуре создают исключительно чиновники и коррупция. Таким образом, он практически прямо обвинил Министерство обороны. В свою очередь спикеры Министерства неоднократно сообщали, что в успешных штурмах на Донецком направлении участвуют исключительно кадровые военные, а вагнеровцы заходят самые последние и лишь для зачистки остатка территорий. А в ответе на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина, генерал Герасимов, командующий войсками в Украине, указал, что ЧВК Вагнер не подчиняется Министерству обороны и не ведет с ним оперативного взаимодействия. Что прямо говорит о том, что ЧВК Вагнер в войне на Украине является террористической организацией. Поэтому, в силу увеличения градуса конфликта между Пригожиным и Герасимовым, случаи сдавания позиций и накрытия дружеским огнем будут происходить регулярно. Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с вопросом, в разное время за последние 9 месяцев сообщали Financial Times, что Москва якобы не информировала Пекин о намерении полномасштабного вторжения в Украину до того, как российский президент Путин отдал приказ о нападении. Теперь КНР осознает, что Российская Федерация, вероятно, не победит Украину и выйдет из войны крайне ослабленной. Помимо этого, Financial Times пишет, что высокопоставленные китайские чиновники считают, что Путин потерял рассудок и пребывает в собственной реальности. Об этом не говорится публично, так как Китай преследует собственные интересы и будет до последнего имитировать всестороннюю помощь России в обмен на дешевые энергоносители и другие преференции. В то же время, официальный Пекин уже выразил свое желание принять активное участие в возобновлении украинской инфраструктуры и городов после окончания войны. Еще не состоялась запланированная встреча в Рамштайне коалиции по поддержке Украины, как ряд стран, не дожидая заседания, уже объявили о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Так, министр обороны Дании заявила о передаче Украине 19 самоходных артиллерийских установок Цезар. Вице-премьер Швеции официально подтвердил передачу около 50 БМП типа СВ-90 и 12 САО «Арчер». В свою очередь Британия заявила о поставках 600 сверезвуковых ракет «Бримстон» класса «Воздух-Земля» с радиусом поражения до 60 километров. Помимо этого, другие страны также озвучивают о больших пакетах помощи. В том числе и о новой отправке бронемашин, БТРов и ракет повышенной дальности говорят и Соединенные Штаты Америки. Поставки в Украину тяжелого вооружения, способного обеспечить удачное наступление на российские войска, уже вызвали в Москве истерические заявления Медведева и Саксотов-Ряса Гундяева, которые начали как одержимые вопить, что ядерная держава не может позволить себе проиграть войну, иначе она должна уничтожить мир. Появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Параллельно с этим, понимая, что солдат в армии недостаточно, чтобы без исправной техники и должного вооружения остановить украинский прорыв, а значит нужна мобилизация, в Кремле решили устроить нагнетание страха войны на территории России. Для этого в Москве днем, чтобы все увидели и распространили фото и видео, на крышу одного из домов на Тетеринском переулке установили зенитный противоракетный комплекс «Панцирь-С-1». Нагнетая страх войны, которая якобы может прийти в саму Москву, Путин рассчитывает, что россияне воспримут ее как действительно отечественную, и новая волна мобилизации пройдет без особых эксцессов, как и первая, люди покорным стадом пойдут умирать в украинские черноземы за путинские больные идеи.